Девушки отдыхают «Не проповедуйте своим мужьям». Мужьям не нравится, когда их жены становятся их личными проповедниками. И Петр говорит об этом в данном стихе. В Первом Послании Петра, 3 главе, 1 стихе, он пишет «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Вчера мы говорили, что слово «повинуйтесь» — это греческое слово «хупотасо», что значит «подчиняться», «уважать в нем главу семьи» и «признавать его власть». То есть Бог говорит нам, что Он установил определенный порядок в семье, «и муж должен быть главой своей семьи». Здесь написано «повинуйтесь своим мужьям». Слушайте дальше. «Чтобы те из них...» Речь о мужьях, которые не покоряются слову, «житием жен своих без слова приобретаемы были», когда увидят ваше чистое житие со страхом. Есть причина, по которой женщины боятся повиноваться своим мужьям. Иногда причина в том, что мужья не раз подводили их. После этого жене очень сложно подчиняться такому мужу. Если она видит, что он постоянно смотрит телевизор и никогда не читает Библию, ей будет очень трудно повиноваться своему мужу. «Мужья, послушайте меня». Делаете ли вы так, чтобы вашей семье было легко повиноваться вам или, напротив, только усложняете ей эту задачу? Или если она видит, как ее муж смотрит порнографию в интернете, как ей после этого повиноваться ему? Жене непросто подчиниться мужу, который так поступает, или он оскорбляет ее. Кроме этого, у жены есть склонность получать и исправлять своего мужа. «Иди, почитай Библию. Выключи телевизор. Смотреть порнографию — грех». Конечно, смотреть порнографию — грех. И он об этом уже знает. Если жена твердит ему это без конца, он считает, что она его пилит. Это не притягивает его к жене, а только злит. Во время Нового Завета, когда писал Петр, большинство жен состояли в браке с неверующими мужьями. Они ходили в церковь, где слышали Божье Слово. Где они крестились во Святом Духе. А потом они шли домой и хотели рассказать мужьям о том, что узнали. А мужья думали, что их жены совсем сошли с ума. Что это с ней? Что они сделали с моей женой? Она была язычницей, как и я. А теперь она приходит домой и без конца проповедует эту Библию. Проповедует, проповедует, проповедует. Из сердца мужчины не открывается. Бесконечная проповедь жены приводит к тому, что сердце мужа закрывается. Мы читаем слова Петра, а он мужчина. Он говорит, женщины, это неправильный подход. Повинуйтесь своим мужьям. Если хотите привести своего мужа к Господу, удивите его своим отношениям. Повинуйтесь ему. Покажите, насколько уважаете его. Покажите, что уважаете его как главу семьи. Уважайте его. Слушайтесь его. Повинуйтесь своему мужу. Прежде всего, такое отношение обязательно обратит на себя его внимание. А далее написано, что те, кто не покоряется слову... Эта фраза описывает неверующих мужей или мужей, которые не живут по Божьему слову. Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем своих жен без слова... В греческом написано «без единого слова приобретаемы были». Житием своих жен без единого слова... Без единого слова приобретаемы были. А это значит, что вы можете привести своих мужей к Господу, не проповедуя им. Их можно приобрести для Господа без единого слова. Приобретаемый по-гречески «кердео». Это старое слово, которое означало «победить в игре» или «правильно разыграть свои карты». Пётр даёт очень земной совет. Он говорит, «Женщины, играть нужно правильно, и тогда вы победите». А можно играть так, что вы проиграете. Если вы будете без конца проповедовать и тем самым пилить своих мужей, вы проиграете в этой игре. Никто не изменится, а в доме будут одни проблемы. Но вы можете изменить его. Вы можете выиграть в этой игре в вашем доме без единого слова. Без единого слова. Послушайте, что он говорит. «Когда увидят ваше чистое житие со страхом». Житие — это перевод греческого слова «анастрофе», которое также переводится как «образ жизни» или «поведение». Слово «увидит» означает «пристально наблюдать и внимательно рассматривать». То есть Пётр говорит нам, что самая впечатляющая проповедь, которую вы можете произнести своему мужу, — это ваша жизнь. Когда вы тепло относитесь к нему, даже когда он понимает, что у вас есть все основания относиться к нему плохо, но вы улыбаетесь и остаетесь с ним доброжелательной. Поверьте мне, может, он и не признается в этом, но такое отношение очень сильно подействует на него. Он наблюдает и замечает. Такое отношение приносит в его сердце обличение. Если он говорит вам грубости, а вы отвечаете добрыми словами, вы не огрызаетесь, а отвечаете мягко, я гарантирую, что через вашу доброту Божий Дух коснется его сердца. Пётр говорит, вы можете приобрести своего мужа, не сказав ни единого слова, своим поведением, своим образом жизни, который они будут видеть, наблюдая за вами и присматриваясь к вам, когда увидят ваше чистое житие со страхом. Несмотря на то, что он сделал или что он не сделал, продолжайте улыбаться и сердечно относиться к нему. Как говорит Пётр, это и поможет вам приобрести ваших мужей для Господа. Возможно, это произойдет не так быстро. Скорее всего, для этого потребуется немало времени, но если вы будете уповать на Господа, будете молиться и верить, то это произойдет скорее, чем вы думаете. Поэтому вместо того, чтобы волноваться о муже, Пётр говорит, занимайтесь собой. Занимайтесь собой. Это то, о чем я говорил вчера. Это то, что изменит обоих. Это изменит его и изменит вас. Верьте в то, что он изменится. И работайте над своим отношением к нему. Тогда изменитесь и вы. Вы станете еще лучшей женой. Я надеюсь, что услышанное было вам полезно. Я уверен, что вы будете молиться об этом. Увидимся завтра, и мы продолжим нашу короткую серию учений о браке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова